Основное направление в работе администрации Прикубанского сельского поселения – это повышение качества жизни населения, создание комфортных условий для жителей и укрепление экономики. Есть реальные успехи в социальном развитии поселения в 2023 году, и они очевидны для всех. В этом мы смогли убедиться, побывав на открытой сессии Совета поселения. Подробности события в нашем следующем репортаже. Прикубанское сельское поселение встречает каждого, кто въезжает на территорию нашего муниципалитета со стороны Крымска. Его население 2599 человек. Для них эта малая родина – самое лучшее место в нашей большой стране. И местные власти стараются, чтобы сделать поселение еще краше. В отчетном докладе главы сельского поселения Александра Бельдиева было рассказано о том, что сделано. Одно из самых красивых и удобных для жителей поселений Краснодарского края, несмотря на сложности, сумело сохранить набранные темпы в развитии. Благоустройством тоже занимаемся очень активно. И спасибо здесь тем жителям, которые понимают важность этого вопроса, идут навстречу и являются как бы и помощниками, и активными участниками этого процесса, который идет в хуторе Прикубанской. То есть стараемся держаться на уровне, хотя, понятно, средств не настолько много, но рассчитываем, выбираем приоритеты, выбираем те участки, которые действительно находятся не в очень, скажем, состоянии и подтягиваем для общего уровня. Более 9 километров дорог с гравийным покрытием были отремонтированы. Сделан ямочный ремонт нескольких участков автодорог, обновлена разметка, установлены дорожные знаки, улучшено освещение. Одно из центральных направлений работы – приведение в порядок водостоков с тем, чтобы избежать подтопления. Мы и до этого начали очень активно заниматься системой водоотведения. Ну, может, к слову, да, где-то лет 40 назад оно было у нас, как бы колхоз эту всю систему сделал, да, ну и практически не поддерживалось. Ну, что там греха таить. Вот за два года нам удалось выровнять эту ситуацию. Углубляли, расширяли, ремонтировали, чистили. Я думаю, что благодаря вот этим упреждающим работам нам удалось избежать подтопления территории. Укрепление бюджета поселения помогает заботиться о благополучии жителей. Весомым подспорьем для решения проблем является и активное участие в целевых программах. Подготовлен интересный проект благоустройства Центра хутора Прикубанского. Путь развития поселения в любых направлениях – это только участие в программах. В программах есть программы оригинальные, есть федеральные, да. У нас есть проекты, мы подготовили. Естественно, некоторые проекты, которые превышают годовой бюджет в два раза, надеемся в программу вступить и, соответственно, существенно благоустроить территорию, начиная от мемориального комплекса и заканчивая от офиса врача общей практики. Здесь планируются и детские площадки, здесь зеленая зона, зона отдыха, немножко как бы парковая зона. Приоритетным здесь считают все, что связано с молодежью, с организацией ее досуга, спортивными занятиями. Глава Славянского района Роман Синеговский сказал, что администрация поселения постоянно следит за наведением порядка и обеспечивает нормальную работу жилищно-коммунального хозяйства. И в целом, благодаря слаженной работе, здесь справляются с намеченным. Главное, что чисто, главное, что политическая обстановка, все вы дружные, общаетесь и депутаты, и администрация, и казачество. Помогаете друг другу, поддерживаете и санитарный порядок, и дороги отсыпаете в щедорочном покрытии, тротуары по возможности делаете. Также он рассказал, что сделано в районе за год. Происходящие изменения к лучшему очевидны для всех, особенно для тех, кто давно не был в муниципалитете. Это результат большого общего труда. Программа «Комфортная городская среда» будет продолжена до 2030 года, и нам в районе очень много удалось по этой программе выполнить. Мы набережок благоустроили, видели его из фильма, много парков сделали. Приятно, что парки не только в городе, а парки в наших, наверное, сельских территориях. Забойский, Голицын, Анастасиевская, Петровская, Прибрежный. И ряд там работ были выполнены по инициативному бюджетированию. И, как мы говорим, в принципе, команда главы должна видеть стратегические направления и решать, наверное, глобальные вопросы. А глобальные вопросы, я считаю, это, наверное, инфраструктура вся наша, это строительство социальных объектов. Ну и вторая тема, как я всегда люблю говорить, мелочей не бывает. То есть в нашей работе мелочей не бывает. Обратился человек, надо постараться ему помочь. Много хорошего удалось сделать за 2023 год на уровне всего района в плане его социально-экономического развития. Жители поселения озвучили ряд вопросов, которые их беспокоят. Эти вопросы будут взяты на контроль. Проблемы ещё есть, но они постепенно решаются. Радует взаимодействие местной власти и общественности. Жители довольны тем, как идут дела в поселении. Школа наша развивается. У нас открыли многофункциональный центр «Точка роста». Открыли два новых кабинета физики и химии. Сейчас ребята могут воочию увидеть различные опыты. Наш учитель пользуется полностью всеми преимуществами этого кабинета. У нас есть открытые уроки. У нас был также день открытых дверей, где приезжал глава района. Смотрели на наш класс и очень понравилось им. Также школа наша не перестаёт радовать призёрами конкурсов различных. Вот недавно у нас, например, Роман Игорьевич, учитель математики, выиграл, вернее, стал призёром конкурса «Учитель года». Что можно сказать? На хуторе тоже у нас много чего происходит. Даже благоустройство хутора наше не останавливается. Например, даже на своём опыте скажу, что у нас недавно подсыпали дорогу. Также у нас ходят маршрутные такси, маршрутки, которые ходят каждый час. То есть мы чувствуем все прелести жизни сельской. Это спокойно, тихо. У всех есть довольно-таки большие участки. И также мы не отдалены от города. Депутатами совета и жителями работа главы администрации Прикубанского сельского поселения признана удовлетворительной. Здесь не намерены останавливаться на достигнутом. Работа по повышению комфортности будет продолжена. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События». Продолжение следует...